Обвинители и адвокаты сторон сегодня в очередной раз воспроизводили события вечера 26 июля 2020 года. Именно тогда произошла драка на Старом Базаре, о которой впоследствии узнала вся страна. Ведь главными участниками и, как казалось в первое время, главными агрессорами были спортсмены. Михаил Старцев, которого сейчас обвиняют в нанесении смертельного удара, в СМИ довольно быстро крестили профессиональным боксером. Большая волна ненависти накрыла и Лилию Ворогушину. Она реальная чемпионка мира по кикбоксингу, а сейчас судья соревнований. Ее сегодня и допрашивали. И среди показаний был важный нюанс. Так, по словам Лилии Ворогушиной, удар ногой она нанесла не по Светлане Рохловой, вдове погибшего, а по мужчине в белой футболке. Он стоял рядом с Рохловой и держал ее за плечо. Защищая подругу, Ворогушина пнула этого мужчину по плечу, а Павел Рохлов, видимо, понял, что удар пришелся по его супруге. И ответил Ворогушиной кулаком в лицо. После этого Михаил Старцев и нанес Павлу смертельный удар. И еще один интересный момент. Уже второго свидетеля из компании Старцева допрашивают о поведении в такси по пути на Старый базар. О чем разговаривали с водителем такси? Поступали ли угрозы водителю такси? Выламывал ли Старцев перегородку? И предлагал ли водитель компании покинуть такси? На все это свидетельница ответила нет. Сам Михаил Старцев по-прежнему хранит молчание и нервничает, возможно, потому что сегодня допрашивали не чужого ему человека. По словам Лилии Ворогушиной, они с Михаилом знакомы много лет. Следующее заседание будет 15 июля. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...